Друзья, я достругиваю лук, ну потому что, что я вам буду показывать, как строгать лук, вы и так все знаете лучше меня. Я, главное, сразу быстро перейду к делу. Лук в сковородку. Лука не жалейте. Он потом даст влагу, сок, сладость и весь вкус. Морковочку я натер. Прям натер, на терке, на крупной, даже тоже не буду показывать вам, решил не стану. Показывать, что же вы не знаете, как натереть морковку. У меня здесь две крупные морковки и одна крупная луковица. Делаем лазанью, делаем вкусную, но правда только говяжий фарш. Свинину добавлять не хочу и не буду. Давайте уж хотя бы лазанью и оставим место без свинины. Понимаю, что свинина более дешевая, говядина более дорогая, но вы же видите, что фарш, он делается из таких ингредиентов. Стоит недорого, но если вам хочется, можете сами сделать фарш. И взять, например, небольшое количество говядины, потом взять небольшое количество курицы и взять небольшое количество индейки, тогда будет помягче. Итальянцы говорят, баланьезе, то есть мясная лазанья, для тех, кто не знал, мясная лазанья это паста баланьезе. Нужно сделать соус баланьезе для того, чтобы потом прослоить листы с пастой. Слегка обжариваем овощи и, недолго думая, добавляем в фарш. Вот сюда кусочек сливочного масла не возбраняется. Наоборот, напротив, вкус и сливочность говядине придадут. Потому что, знаете, попробуйте сварить крепкий-крепкий говяжий бульон, отварное мясо нарежьте, положите в чашку, а бульон отлейте в сотейник. Добавьте немножко пастиронного лука и чуть-чуть молока налейте. И вот вкус молока, это же, по сути, история-то из коровы. То есть вкус у молока такой же, как и у говядины. Ну, понюхайте мясо, понюхайте молоко. Вы поймете, что небольшое количество молока в говяжьем супе, в говяжьем бульоне, делает его просто на порядок. Корейцы давно это уяснили, я это увидел у корейцев. У них есть супы, которые такие, на говяжьем бульоне, на крепком, с молоком. Это круто. Сразу же соль, перец. Перец возьмем другой. Обычный, без гламура. Быстро сюда. Так, в кавказских травах есть имьян у нас? Да. Кинза, петрушка, сельдерей, базилик, чабер, садовый. Подойдет. Значит, кавказские травы. Значит, чайную ложку с горкой. Все сюда. Обязательно соль. Соль по вкусу. Дальше мешаем, мешаем, пока все это у нас не обжарится и не протушится. Значит, жарим, мешаем примерно минуты 3-4. Нам нужно, чтобы все мясо распалось на отдельные сегменты, в крошку превратилось. Винишко вливаем, бокал, целый бокал. Все. Если вы не пьете вино, если вы его не употребляете в еду, то, конечно, нужно заменить небольшим количеством уксуса, разведенным в соке. Белый винный уксус в виноградном соке разведите и добавьте. Сладость будет чувствоваться, но, вы знаете, сахар повысит вкусовые ощущения. Или красный винный, соответственно, в красном виноградном соке. Это для тех, кто совсем не употребляет вино в пищу, даже в выпаренном виде. В частности, вот у меня один подписчик, мусульманин, написал, мол, типа, чем можно заменять. Я об этом никогда не думал, потому что я не мусульманин, но в этом глубокий смысл есть, действительно. Болоньеза отставляем на дальнюю конфорку, пусть тушится. Здесь на ближней делаем бешамель. Значит, бешамель. Это белый мучной соус. Основа всех соусов во французской кулинарии. Ну, может быть, не всех, но почти всех. Тема хорошая. В заготовках есть, во многих ресторанах, чтобы можно было загущать что-нибудь другое. Значит, кусок граммов 30 сливочного масла. Полная с горкой ложка муки. Прямо на масло. Но у нас форма большая. Давайте, добавим еще половинку ложки, еще пол столовой ложки, чтобы у нас был запас по бешамелю. Лучше иметь запас, чем потом окажется в середине, чтобы бешамель закончился. Значит, венчик небольшой. Все, просто-напросто обжариваем муку. Есть вариант, конечно, сначала обжарить муку, а потом уже добавить масло. Там так делают многие повара, якобы для того, чтобы получить ореховый вкус от муки. Совершенно верно, так тоже можно делать. Но я здесь все-таки хочу, чтобы бешамель был такого вкуса, очень, скажем, упрощенного. Поэтому я не даю муке дойти до орехового вкуса, до орехового цвета. Хотя, видите, она темнеет все равно немножко. Все равно немножко обжаривается. В масле очень хорошо это получается. Только размешалась мука. Льем молоко. Молоко должно быть холодное для того, чтобы не сворачивалась мучная основа. Значит, убираю температуру. Можно даже снять. И мешаем, мешаем, мешаем сразу, чтобы у нас не образовывались никакие комочки. Видите, густеет, загущается, хотел сказать, соус. Его не нужно все время нагревать. Потом догреем. Главное сейчас получить однородную массу и разогнать молоко. Вращайте быстро, не засиживайтесь. Его всегда можно уварить, сделать более густым. Как только я поставлю бешамель сейчас на плиту, видите, он жидкий. Мука начнет завариваться и густеть. Соль. Обязательно пеппер. Обязательно мешаем. Пусть варится. Значит, пока у нас варится бешамель, если что, молока будем добавлять. Значит, не забываем помешивать говядину, которая тушится у нас в вине. Вино выпаривается помаленьку. На дне уже осталось совсем немного. И это значит, что пора добавлять помидоры пилати. Ну, в моем случае это польпа. Это рубленные томаты. Кусочками они не имеют ни сахара, ни соли здесь. Это просто томат, даже не в томатном соке, а в переработанных томатах. То есть томат в томате. Это основа итальянской кухни. Значит, как раз на этот объем банка 400 миллилитров будет вообще самое то. Немножко воды промыть баночку от остатков томатных кусочков. Перемешиваем фарш вместе с томатом. Острую терочку. О, шикарный. Шикарный бешамель получается с ароматом муската. Так, это оставляем. Это все размешиваем. Все, доваривать не имеет смысла. Уже перед, скажем, сервировкой, вернее, перед выкладыванием посмотрим, что с ним. Если вдруг он слишком густоват, то добавим чуть-чуть молочка. Мы, это я и моя команда, мы запустили сайт. Он называется gadgetchef.ru. На котором собрали массу всевозможных элементов, аксессуаров, тучек, дрючек, гаджетов. Все, что касается кухни. Начиная от различных ножей, заканчивая такими вот керамическими термостойкими формами из Франции. Даже вот такой венчик у меня есть на сайте. Вот эти вот супер острые терки, которыми пользуются все шефы мира. Это реально мечта каждого шефа. И когда она у меня появилась несколько лет назад, это мечта, да, многие, я в инстаграме выложил, многие такие, типа, офигеть, какая крутая штука. В общем, есть практически все. Ну, конечно, не все. А если вы, например, кондитер, то для кондитеров у нас там вообще рай. Рай там столько всего. Там такие бренды, такой силикон. Ну, я про конфеты, я не про этот силикон, я про кондитерский. Если вдруг что вы не поняли. Что у нас еще есть? У нас есть тарелки, кастрюли, сковородки, доски. В общем, еще будет наполняться, наполняться, наполняться больше. Куча японских ножей. Реально японских. Не там всякий Китай, который потом говорит, что это Япония. Речь идет о том, что вы можете выбрать. Там реально есть что выбрать. Реальная реальность в реальном реалии. Сайт работает в ручном режиме. Мы сейчас пока что сами своими руками следим за всеми. Фартуки, кстати, вот такие тоже. И желтые фартуки, и всякие разные. Мы сами следим за... Отслеживаем заказы, отзваниваемся и контролируем все процессы. Чуть позже это будет все более автоматизировано. Но он уже работает, и вы можете уже туда залезть, посмотреть, чего и да как. Ссылка, конечно, в описании. Ну, еще раз повторю, gadgetchef.ru. Вот. Так, пробуем на вкус. Вот такая вот мясная... Мясной соус получается. Значит, ароматный, вкусный. Лично по мне не хватает одной маленькой детальки. Травки, муравки. Травок, муравок не хватает мне вообще. У меня свежих нету. Значит, вот тут и розмарин, и тимьян. У меня, видите, еще есть смесь французских трав. Итальянских нету. Но здесь есть розмарин, тимьян, чабер садовый, базилик, эстрагон. О, это то, что надо вообще. Эстрагон, эстрагон. И тимьян, и чабер. Вот как будто люди в смесях там обнаружат, типа, ну, что это тут чабер добавили, тимьян не добавили. Они очень похожи по ароматике. Ой, во, все, все. Все. Значит, что делаем дальше? Боланьезы готов. Овощи протушились. Томат протушился. Мясо мягкое. Значит, даже если вдруг оно чуть-чуть там не дошло, ну, по каким-то причинам. Вообще даже не парьтесь, оно еще там будет готовиться какое-то время. Вниз бешамель намазываем. Вот таким образом. Первый лист должен на чем-то лежать. Накладываем первый лист. На него фарш. На пасту, на лист, накладываем мясо. Сюда второй лист. Значит, сюда мы накладываем мясо. В смысле, это у нас боланьезы. Как вы помните. Теперь сюда добавляем соус. Вот так вот. Бешамель. Оп. Аккуратно. Распределяем. Вот так. Теперь терка с натертым сыром. Смотрите, можно делать моцареллу использовать. Можно использовать моцареллу. Можно использовать пармезан. Пармезан лучше всего в конце использовать. Можно использовать любой другой сыр, который не воняет ничем. Ну, я имею ввиду внутрь, внутрь, да. Вот моцарелла, это же такой сливочный, просто обычный сыр без всяких запахов там. Можно использовать сыр какой-нибудь, который вы, например, подкоптили, слегка холодного копчения сделали. Знаете, как вкусно будет внутри. Но самое главное, что он должен плавиться, плавиться. Теперь сыр, 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 сыр. Значит, вот столько так сыр, чтобы у нас был другие листочки. Вот так вот раз. Сюда немножко, значит, бешамеля, чтобы у нас листочки не склеивались. Нужно собой. Теперь все в таком же порядке. Листы лазаньи должны быть сырыми. Значит, не надо их варить. Перед этим. Они там сами сварятся, сами впитают все вкусы и ароматы. Потому что здесь жидкости достаточное количество. Не надо думать, что, ну, типа там, они не сварятся. Они тоненькие. Чтобы им не свариться, их нужно, знаете, пересыпать чем? Песком. Тогда они не сварятся. И то, в принципе, теоретически возможно. Вот так вот закрываем. Значит, теперь бешамель, сыр. Все по стандартному плану. Все. Теперь в духовку. Знаете, чем хороша керамическая посуда? Она нагревается прекрасно. Но температура такая, что она горячая, но к ней не пригорает. Бывает в духовке что-нибудь не так. В металлической по краям может пригореть. Керамическая как раз баланс дает между тем и этим. Этим и тем. Значит, ставим сюда. У меня там еще и камень внутри. Супер. У меня 180 градусов. Значит, давайте поставим на... Где-то минут на 25. Не, давайте 160 градусов. Где-то минут 25. Я думаю, вот этого времени хватит вполне для того, чтобы пропиталась и прогрелась вся форма, вся баклажка. И пасте нужно всего лишь температуру, потому что она впитает в себя влагу и будет классной. Ну что, давайте поглядим, что у нас получилось. Опа. Главное, руки не обжечь. Так, что у нас? Ножичек надо взять какой-нибудь такой, которому ничего не будет, когда он будет резать. Тарелочку светленькую возьмем. Режем, шинкуем, шинкуем, режем, режем, шинкуем. Но, однако, она такая получилась. Нежнятина. О! Так, а как я ее достану оттуда? А вот так вот я ее и достану. Опа. Да это же шикарно, Дуся с Алисой. Это же шикарно. Можно я отсюда, прямо из большой тарелки буду пробовать? Ну ладно вам. Она простая, вкусная. Сыр сливочный, нейтральный. Паста сварилась. Макарон не так много. Один недостаток. Горячая, зараза. Соли достаточно. Собаки реагируют, это значит, что все великолепно получилось. Такой аромат. Мясо мягкое. Мне больше нечего сказать, друзья, это вкусно. Чуть язык себе не сжег. Но пока не сжег. Хочу сказать, непременно приготовьте лазанью. Вы видели, да? Не сложно это. Да, это не за 5 минут, не нужно там. Вы знаете, блогеры пишут, обманывают за 15 минут. Там все это чушь собачья. У меня она простояла полчаса. При 160 градусах. Все пропеклось, все просочное, все суперское. Кайфуйте, готовьте, отдыхайте. И развивайте свой гастрономический кругозор. А я вам буду в этом помогать. Пока.